Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! В православии есть как многодневные, так и однодневные посты. В среду и пятницу установлены однодневные посты. Для чего они необходимы и чем они отличаются от многодневных? Церковь старается сделать все, чтобы человек жил как бы вот постоянно в таком предстоянии перед Богом, в присутствии Божьем, чтобы человек не просто вспоминал о Боге, когда ему что-то от него нужно, или когда ему становится очень плохо, а чтобы все время он как бы вот… Есть такое выражение в богословии – жизнь человека должна быть христоцентрична. Мы не имеем права забывать о Боге и о спасительном деле, который совершил Христос. Вот, собственно говоря, однодневные посты, они вот с этими связаны. Мы постимся весь год в среду. Это день, в который Иуда предал Христа. Мы вспоминаем о том, что произошло такое событие – предательство Учителя одним из его учеников. Мы постимся в пятницу, потому что в пятницу Христос умер на кресте. И тем самым мы, знаете, стараемся в свою жизнь, она у нас, чем дальше, тем в большей степени превращается в бег. Мы бежим, все время бежим. Даже верующие люди, христиане. Такая жизнь, такие вокруг нас условия жизни, что все время куда-то спешим, куда-то забываем. Забываем о очень многих вещах – о Боге, о близких, о людях, да, о самих себе тоже человек забывает, да. А вот это возможность помнить всегда о Боге и помнить всегда о событиях Гефсимании и Голгофа. Казалось бы, что тут такого? Ну вот, утром обычно что, человек что-нибудь кушает, да, кашку с молоком какой-нибудь, бутербродик, да. А тут вот нет, в среду, да. Если кашку, то без молока, бутерброд, то какой-нибудь с огурцом, наверное, да, или еще с чем-то таким. Опять же, какое дело до этого Богу, что мы едим? Но это нужно человеку. Это то, что человек дисциплинирует, это то, что человеку не дает забыть, не дает его в беге окончательно убежать, в том повседневном беге, в который превращается наша сегодняшняя жизнь. Это очень важно. Кроме того, есть посты однодневные, которые посвящены тем или иным событиям. Ну, допустим, усекновение главы Иоанна Предтечи. Это трагическое событие, описанное в Священном Писании. И для нас тоже мы стараемся о нем помнить и стараемся как-то вот так тоже извлечь определенные уроки из этого события. Вот тоже однодневный пост. Есть такие периоды года, когда эти посты отменяются. Такие недели называются на церковно-славянском языке сплошные. То есть поста нет и сплошь, вот естся все подряд. Это так называемые святки, период от Рождества до Крещения. Это светлая седмица, так называемая первая неделя после Пасхи. Это Троицкая неделя, вот после Троицы одна неделя, когда мы как бы призваны церковью забывать о всем плохом и торжествовать то, что только что произошло – рождение в мир Христа Спасителя, или воскресение Христово, или сошедствие Святого Духа на апостолов, когда радость затмевает все остальные наши чувства. Вообще церковный календарь и церковный устав очень премудро устроены. Если человек приучается жить по нему, он живет внутри евангельской истории. Он не просто ее, так сказать, наблюдательный, такой вот, как, знаете, архивариус, который открыл, ставлю книжку, открыл и читает, а как там было тысячу лет тому назад, что там делалось. Нет, он сам проживает эту христианскую историю постоянно в своей жизни. Это, поверьте, очень интересная жизнь и очень такая глубокая и осмысленная. Однодневные посты обязательны для всех? Обязательно. Более того, церковные правила в древности предполагали, что люди, которые не постятся в среду-пятницу, они как бы, они отлучаются от причащения, от церкви. Да, это такая, так называемая церковная дисциплина. Опять же, если человек считает себя христианином, если он принимает для себя учение церкви, он должен поститься и в большие многодневные посты, и вот в однодневные посты. Ну, за исключением тех случаев, когда человек немощен, болен, престарелый, если это беременная или кормящая мама, если это воин во время, так сказать, на службе и так далее. Есть определенные, так и мы говорили об этом с вами, определенные условия, при которых человек разрешается от поста. А что такое пост по обету, понедельничный пост? Обетный пост – это древняя такая практика, она еще в Ветхом Завете есть, когда человек, молясь Богу, принимает на себя какой-то особый подвиг. Вот, скажем, вот я хочу, допустим, поститься там неделю или там, не знаю, месяц, а может быть, 40 дней. Вот, просто из усердия, ну, тут, может быть, самые разные причины. Или человек хочет как-то почтить то или иное событие случившееся, или у него какая-то просьба очень такая к Богу, очень глубокая, какая-то связанная с его, с очень важной частью его жизни. То есть, это именно вот такое аскетическое упражнение, которое предпринимает человек для собственного усердия. Есть еще посты в понедельник. Вот вы эти имеете в виду. Да, прежде всего. Это типично монастырская практика. Кроме среды и пятницы, в монастырях, в наше время не во всех, но в некоторых, а когда-то во всех было так, еще постятся и в понедельник. Но вообще монашество – это удел людей, которые избрали для себя именно постничество. Когда монах, будучи, подползает к постригающему его игумену, то первый вопрос, который ему задается – «Почто пришелы си, братья, припадай ко святому жертвеннику и ко святой дружине сей?» И он отвечает – «Желаю жития постнического, честной отче». То есть монашество – это в первую очередь постническое житие. И вот поэтому в монастырях, кроме среды и пятницы, было принято поститься еще и в понедельник. Ну и в память о том, что понедельник – это еще и день, посвященный в церковном календаре бесплодным силам, ангелам и архангелам. У нас каждый день недели посвящен какому-то разряду чинам святости. И как бы в подражание ангелам, памятную о том, что монашеское житие еще называют равноангельным житием, святых преподобных из монашествующих, обычно о них в церковных песнопениях поются «Земные ангелы, небесные человеки». Поэтому вот так вот в память об этом. Также в монастырях пост еще увеличивается. Еще братья и сестры постятся в понедельник. Не во всех обителях в наше время, но в большинстве благоустроенных на святой горе Афон, в других местах, это именно так. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. К нам пришел следующий вопрос. Зачем звонят в колокола? Откуда пошла эта традиция? И надо ли креститься, услышав колокольный звон? Вообще традиция колокольного звона, она, скажем так, снисходит в Ветхий Завет. Только тогда на богослужение вместо колоколов созывали звуками труп. Потом уже, ближе к новозаветному времени, стали бить в специальные билы и клепалы, скажем так, в такие деревянные или медные полоски или трубы, которые издавали громкий звук. И всем в окрестностях было ясно, что настало время идти на богослужение в храм. И вот уже с V века по преданию святителю Павлину, епископу, во сне явился ангел Божий, показал на цветы колокольчики и сказал, что можно в виде этих колокольчиков вылить определенные колокола из металла и созывать с помощью их. И так стали действовать сначала в западной церкви, мы знаем, что до XI века церковь была едина, а потом в греческой, тоже восточной церкви начали более и более приживаться колокола. Но самое большое распространение колокола, конечно, вошли именно на Руси, на Святой Руси, где колокола именно полюбили, очень полюбили. И они вошли в устав, в типикон, колокольные звоны вошли в устав. Это теперь неотъемлемая часть богослужения. Разные звоны, там, благорест, который собирает на службу, перезвон, перебор, который сопровождает, допустим, какие-то трагические моменты человеческой жизни. Это похороны, отпевания или там вынос креста, допустим, на службе. То есть такие печальные моменты. Или три звона, радостные моменты на Пасху, на Рождество, на службу архиерейский, на службу великих праздников. Три звона – это радостный звон. То есть он несет колокольный звон, в первую очередь, скажем, такую тулитарную функцию созыва на богослужение. Или рассказы для тех, кто молится дома, в окружающих домах, скажем так, в деревнях. А раньше большинство населения жило в деревнях. Или храмы были в каждом, скажем так, районе города. И колокольный звон слышен был в каждом доме города. Напоминание о том, что вот сейчас начинается служение, а сейчас идет определенный момент службы. То есть все люди знали это. И могли тоже даже дома уже вспомнить, хотя стоя даже у плиты готовить, помолиться в этот момент. И этот колокольный звон всегда напоминал, естественно, человеку о Боге. Это потом трансформировалось в известные слова нашего писателя Чехова, что вот если есть счастливый человек, должен кто-то стоять и молоточком, стуком напоминать, то, что существуют люди несчастные, больные, и им тоже нужно помогать. И ты можешь стать таким же, поэтому нужно помогать. Вот это опять же трансформация этого колокольного звона, когда колокольный звонит. И мы, если слышим перезвон, мы вспоминаем, что вот, да, человека сейчас отпевает, возможно, нужно помолиться о бренности жизни. Трезвон – это даже если на душе плохо, всегда надо вспомнить, что Бог любит нас, и можем опять же это послужить подкреплению наших духовных сил. Поэтому он несет не только улитилитарное значение, созыва на богослужение, но и напоминание человеку вообще о Боге, и о бременности жизни, и о любви Божьей. Поэтому, естественно, когда мы слышим колокольный звон, как напоминание о высшей цели нашей жизни, мы всегда соединяемся крестным знаменем, как бы то, сотворяя эту краткую молитву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова